Всем привет, с вами Юлия Ульянова, и сегодня будут покупочки недели. Хочется о новинках рассказывать сразу, а не тогда, когда они доберутся уже до пустых банок, потому что о чем-то с вами даже не успеваю поговорить, только это сразу уже в пустые банки отправляется. Начнем с коробки The Rose Collection, это коллекция от Look Fantastic, к 14 февраля почему-то вот именно мне коробку отправляли чуть дольше даже, чем обычные посылки, хотя я делала предзаказ, я сразу поняла, что мне это нужно, что то, что есть внутри, меня интересует. И здесь было ровно зеро сомнений, все средства действительно из тех, что я пробовала, я их знаю, и они классные. Единственное средство, которое я здесь не пробовала до этого, нежный-нежный-нежный скраб от Elymise. Но если вы заметили, с начала этого года я познакомилась с достаточно большим количеством продуктов. Еще по прошлогоднему адвенту именно бренда Elymise, они все оказались классными. Естественно, что-то мне просто по типу кожи не нужно или не подходит, но абсолютное большинство продуктов для меня оказались классными, рабочими и мне очень понравились. Посылку я получила вчера и вот, в принципе, вчера вечером и сегодня утром успела его попробовать. Говорю его, эксфолиатор, но мне не нравится это слово, она какая-то странная. Здесь вообще скрабирующие частички настолько мелкие и нежные, что я даже не рискну, наверное, назвать его скрабом. Прозрачный гель, он немного розоватый и пахнет розой, но не розовым маслом, а именно розовыми лепестками. Такой травяной аромат. Я знаю, что просто не все любят и масло розы, и аромат розы. Но если мы говорим о розе, то действительно это два разных аромата. То, что пахнет именно лепестками и немножко вот травой, особенно если вы этот лепесток как-то сомнете несколько раз, вот этот аромат травяной появится. Вот здесь именно вот этот аромат не масляный, а больше травяной. Совершенно прозрачный, на коже вы его не заметите, настолько мелкие частички, что я даже не знаю, скраб это или не очень. Для супер-мега нежной кожи это отличное средство, в принципе, для всех типов кожи. Но не надо ожидать, что это действительно настоящий скраб. Если уже что-то шелушится, то с этим нужно будет достаточно долго работать на лице, чтобы это работало как супер-мега скраб. Мне очень понравилось это вместе с салфетками. То есть я наношу это средство на лицо, делаю массаж, наносим на влажное лицо. Здесь очень много разных экстрактов, здесь и розы, и огурец. И вот эти частички, это как раз такой воск-жижоба. То есть они, в общем-то, тоже не пластиковые частички, а натурального происхождения. И массаж с ними невероятно легкий. То есть если вы ожидаете такого бафинга с мелкими частичками, которых много, здесь этого не будет, а более что-то нежное. Они предлагают использовать раз в неделю. Мне кажется, что можно чаще, даже для супер-нежной кожи, если у вас отшелушивающих других каких-то средств не очень много. Так, что же дальше? Буду каждый раз показывать. Все-таки большую коробку прислали. Выглядело красиво. Но в который раз думаю, что эти коробки какие-то огромные, громоздкие. Если была бы возможность выбрать это не в коробке, а в косметичке, я бы точно выбрала косметичку. То ли можно наиграться в коробке, то ли действительно понимаешь, сколько коробок вообще выбрасывается. И зачем они были нужны, непонятно. Я уже открываю коробку крема Кодоли. Это крем Сорбе, крем Щербет. На самом деле это кремовый гель, консистенция у него даже такого легкого молочка. Невероятно легкий, нежный, беловатого оттенка. Быстро впитывается, хорошо увлажняет. Для комбинированной кожи, для нормальной, для жирной это хорошее увлажнение. Для кожи сухой, супер-мега-сухой этого будет явно недостаточно. Вот на лето я это оставлю, пока открывать не буду, потому что здесь все запечатано. Кстати, он дружит с разными сыворотками. Вообще, на самом деле, отличная вещь. Вот так вот периодически к нему вернуться, это всегда здорово. И еще одна вещь, которая у меня в принципе, благодаря всяким коробочкам, практически постоянно выходит. Это Роустоник. Как вы догадались, наверняка уже многие из тех, кто смотрит мои видео, мы с вами встречаемся до этого в Инстаграм, в Телеграм. Вы все знаете, что эта коллекция была посвящена розе. Здесь есть экстракт розы, либо аромат розы, масло розы. Что-то в каждом из этих средств составе. Итак, когда только вышел этот Pixi Rose Tonic, который был после гликолевого Glow Tonic, вторым таким. Сейчас уже есть ретиноловый. Они все очень классные. Я, конечно, советую их все попробовать. Здесь кому-то что-то зайдет. И все они в своем роде хороши. Но вот этот, наверное, самый простой и, наверное, легко заменяемый, так скажем. Здесь просто прозрачная такая розоватого оттенка водичка. Не могу сказать, что он очень хорошо увлажняет, что он хорошо как-то питает. Довольно стандартный, но в нем есть плюс. Не утяжеляет, не мешает никакому уходу, никакой липкости, ничего лишнего. Я наношу его сразу после умывания, это позволяет мне избегать сухости в будущем и следующие какие-то средства наносить быстрее. Но в любимчике он у меня как-то не попал, тем не менее я его использую с удовольствием. Если его сравнивать с тоником, который я невероятно любила от Nuxe тоже с розой. Вот тоник от Nuxe, он даже чем-то приближается к эссенции. Он не настолько вот водянистый, там есть еще что-то. Вот здесь это все приближено к воде, но к воде, в которую еще что-то добавили. Поэтому для любителей даже такого минималистического ухода, мне кажется, это будет более интересно, чем многие другие тоники. Ну вот за последний год я и сама покупала вот такие по 100 мл упаковки. Маленькие мне приходили несколько раз и 100 мл тоже. В коробках все они у меня ушли и не в последнюю очередь. То есть на самом деле достаточно неплохая штука, хотя без того тоника легко обойтись. Я уже достала из упаковки крем для очищения лица Aurelia. Тоже естественно, чтобы многие из нас уже пробовали и не один раз. И вот это средство кремовое очищение и нежный скрабик от Aurelia. Вот два средства, которые мне действительно у бренда нравятся. Это такой бренд, который использует пробиотики уже давно. Но если честно, ни в одном из этих средств я не увидела такой вот серьезной работы пробиотиков, чтобы действительно сказать, вот этот ингредиент действительно классно работает. Это что-то делает для моей кожи. Нет, но в целом очень-очень-очень нежные средства. Они работают и они позволяют ухаживать за любой, даже самой нежной, раздраженной кожей в любые моменты жизни. И также в любые непонятные ситуации. На самом деле это просто по сути крем. Возможно стоит показать, чтобы было понятно, что это не жидкая какая-то консистенция. Это не пенится, это именно наносится на кожу как крем, это впитывается как крем, наносим это на сухую кожу. И после этого мы смываем салфетки, которые я держу в руках. У них специальная своя салфетка, бамбуковая, всегда красиво перевязана таким бантиком розовым. На самом деле мы тоже уже не раз видели, особенно если вы подписаны уже на меня хотя бы год-два. Для нас это все не сюрприз. Не мои любимые салфетки, мне больше нравятся салфетки, которые похожи на махровые полотенчики, вот с такими петельками. Даже когда у салфетки есть и муслитовая часть, и часть, так как полотенчик, муслиновую часть я использую реже. Тем не менее, для эффекта скрабирования, очень нежного, легкого удаления каких-то уже омертвевших клеточек, вот такие салфетки, конечно, подходят лучше. Они даже полируют кожу, что очень актуально, если уже есть шелушащиеся участки или болячки, которые заживают. Такие салфетки, конечно, хороши, если кожа у вас такая нежная и чувствительная, то очень-очень рекомендую этот крем попробовать. Ну и совсем быстренько о трех оставшихся средствах. Это гель для душа Корос, гель для душа отличный, они очень нежные, не скажу, что какие-то супер ухаживающие, но гораздо в менее травмирующей, высушивающей группе гелей для душа. Отличные, естественно, что не первый раз и не последний пробую, у меня в запасе уже есть, и то, что я сама покупаю, и то, что приходит в коробках. Мне неизменно нравится, все они, естественно, постепенно уходят. Вот это баловство от Аморовицы, много раз о нем говорили. Классический мист, я не так давно показывала мист новый, увлажняющий, он бифазный, то есть там сверху такая вот жирненькая пленочка образуется, его нужно взбивать. Теперь их два, я думаю, что не перепутайте, это классический мист королевы Венгрии, а тот уже называется увлажняющий мист. Вот это классический, тоже его использую, и мне нравится вот это мелкое-мелкое распыление, это настолько не похоже на капельки, действительно похоже на мист. Далеко не каждый мист может таким волшебным распылением похвастаться. Но в плане серьезного влияния на уход, вы и сами знаете, что это не тот продукт, от которого вы будете ждать каких-то перемен. Ну да, он что-то добавляет, но это не настолько мощно и серьезно, как какая-то сыворотка или крем. Последнее средство – это огромная упаковка. Паста для мытья волос от Кристофа Робина. Здесь масло розы и здесь, кстати, не знаю, открыто или нет, вот такая вот обычная стандартная их закрывашка. Так это выглядит. Сразу пошел аромат. Аромат глины и розы, в большей степени розы. Мне нравится, прямо сейчас у меня в ванной стоит упаковка, здесь 250 мл, там у меня, по-моему, 75. И вот упаковки 75, я даже не знаю, насколько хватает. Очень надолго, невероятно. У меня была маленькая 15, была очень долгая, сейчас 75. Еще одна 75 в запасе и вот эта. Мне кажется, что это запас очень надолго. Но, если честно, я стала чаще сейчас пользоваться вот этой вот пастой, потому что зимой я использую более такие кремовые, более, ну, в чем-то силиконистые, более активные средства для укладки. Естественно, что с волос это все нужно вымывать. У меня есть специальные шампуни для вот этого очищения. Тот шампунь, который рекомендует Пол Митчелл. Шампунь от Пол Митчелл, как догадываетесь. Если вы ходите в бассейн использовать, то есть вот то, что на волосах остается, например, хлорка из бассейна, все эти средства, какие-то частички, кусочки силиконов и разных других средств, которые прилипают к волосам, чтобы сделать их, например, более гладкими или более послушными. Естественно, что это все не просто так делается. Для волос здесь вреда нет никакого, потому что вы знаете, что они мертвые. Вы не можете их вот отсюда чем-то намазать, чтобы они вот здесь вот выросли здоровыми. То есть когда вы имеете дело уже с мертвым волосом, вы уже, в общем-то, не действуете на него. Действовать нужно вот здесь вот на кожу головы и в том числе более такими нежными, что ли, средствами. Поэтому чуть более активное очищение и при этом уход за кожей головы я с этой пастой ощущаю. Очень много было вопросов, нужна она или не нужна, поэтому чуть дольше о ней говорю. Ну, думаю, что нет, не нужна. То есть вот можете вы без нее обойтись или нет, можете. Но если вы попробовали и у вас есть возможность попробовать, например, в миниатюре, сделайте это. Во-первых, миниатюры очень надолго хватает, нам нужно буквально горошину. Вот, ну, на мою длину волос это пенится просто невероятно. Нет чувства, что волосы скрипят, что с них все смыли, что они слишком такие вот чистые. Наоборот, они какие-то немножко матовые и не скользкие, а чуть-чуть шершавые. Мне вот, в принципе, вот это вот все нравится, поэтому средством продолжаю пользоваться. Еще хочу рассказать о нескольких новинках. Напоследок показываю красивую пустую коробку. Какая бы красивая ни была, все равно окажется на помойке. Поэтому вот, опять же, такие вот сомнения меня терзают, насколько нужны именно вот эти коробки, которые еще такие объемные, с почты их нести. Хорошо, что есть мужья, которые помогают это делать. Уже вот показываю, снова договаривая предыдущее предложение. Это покупка повторная. Ну, а вот первая упаковка 50 мл этого средства у меня еще не кончилась. То есть, хочу об этом рассказать. Средство нравится. Если вы в инстаграм не читали и в покупках не видели, то быстро напомню, что это средство для разглаживания волос и для защиты их от влажности. Именно такое покрывало, пальто, если хотите. Мы надеваем его на волос, и влажность из окружающей среды нас уже не волнует. И по городским легендам, рассказам парикмахера Ким Карадашьяна, вот именно с вот этой серии он делал ей зеркальные волосы. Я бы сама никогда уже с ней не узнала, если бы просто не стала читать об этом средстве, оно меня заинтересовало. Эффект легкий такой, ну не то чтобы зеркальности, но свет больше отражается от волос. Вот это я заметила, особенно в первый день после применения. А применять это средство нужно один раз в три мытья. То есть вот каждое третье мытье я наношу этот спрей на волосы, на влажные волосы. Дальше мы ничего на влажные волосы не наносим, высушиваем. А вот уже на сухие можно еще дополнительно что-то нанести. Вот на сухие я еще наношу биосилк, если это нужно. Но волосы, что в целом, проще с ними управляться. Вот менеджибилити, вот это слово. Если волосы длинные, вы понимаете, есть разница между тем, что они быстрее и лучше расчесываются, либо они чаще в себе оставляют расческу, когда ты пытаешься их расчесать. Разница действительно заметна. Те, кто уже давно не ходил вот так вот в естественной среде совсем без укладки, вы, может быть, даже уже не помните, что действительно когда-то бывало тяжело расчесаться. Я тоже так думала как-то, что с расчесыванием вот в последнее время вообще проблем нет никаких. Естественно, что это не идеальный процесс, но это гораздо лучше, чем это было какое-то время назад. Потому что волосы пока у тебя отрастают. Проблема с номера зеро, вот где-то от этой длины, когда проблем с расчесыванием нет вообще, она постепенно начинает превращаться в десяточку. Чем длиннее волосы, тем больше, в общем-то, я использую разных средств. И что мне нравится, что я всегда ищу в средстве для волос, это легкость, возможность использовать что-то еще, вот это чувство, что не утяжеляются волосы, что нет ощущения жирности, грязности, что на них что-то нанесено. Вот это мне очень нравится. То есть один раз три мытья использую, и пока хочу попробовать как-то все это продолжить. Мне просто кажется, что 50 мл это не очень надолго. Я использовала, наверное, может быть, три раза четыре, и уже половины баночки нет. Но пока я не уверена, что буду использовать это очень-очень долго, поэтому большую банку пока не покупала. Тяжело уже обе банки, которые остались. Это, кстати, очень интересно, ее приберегу напоследок. Мист от или мисс, который я ждала, выслеживала. И тот, кто читает мой телеграм и инстаграм, вообще площадки настолько разные, действительно, я не могу одну и ту же информацию там и там повторять, она разная. Какие-то длинные тексты с пояснениями, с чем-то еще, они вот все в телеграм в большей степени. Если я читаю какую-то статью интересную, там могу оставить ссылку, то это тоже в телеграм, а в инстаграм то, что можно с фотографией выложить, на какой-то вопрос вам ответить. Поэтому I'm sorry, я не могу одно и то же и там, и там постить, потому что площадки немного разные. Плюс в инстаграм есть ограничения по символам. То есть вот хочу я сказать очень много, все равно не смогу, потому что ограничения есть. А выносить это потом еще в комментарии, мне кажется, это не так удобно. Тем не менее, по чуть-чуть и вот инстаграмные, и телеграмные читатели это у меня уже видели. Интересный мист по своему составу. Это новая тема пребиотиков и суперфудов. Новая, наверное, в кавычках, просто в этом году это будет поставлено, и уже поставлено куда-то во главу угла, и мы будем очень много слышать и о суперфудах, и о пребиотиках, и о новых средствах в зелененьких упаковочках. И у Лемис, мне кажется, очень удачная серия, и очень удачные фотографии. Единственное, что мне не очень понравилось, это вот распылитель. Такие достаточно крупные капли, и они идут вот как-то вот таким кусочком. Нет ощущения, что они распределяются на большое какое-то пространство. В общем, я еще не совсем приноровилась вот этому распылителю. Ну, по-моему, ровится он, конечно, гораздо круче. И вода настолько там мелкая, что это действительно как такой мист, как туманчик. Здесь все-таки больше это похоже на капли, хотя очень-очень мелкие. И на упаковке написано, что это можно использовать как мист, то есть и в течение дня его наносить. Что я делать вообще категорически не советую. Тоже тысячу раз вы наверняка слышали, что это будет забирать у вас влагу из кожи вместе с тем, как будет испаряться. Поэтому, когда вы наносите это на свежее лицо, а сверху еще что-то добавляете, еще что-то, то вот это еще что-то будет впитываться в кожу лучше и не позволит этому всему быстренько испариться. Мне нравится эффект. Если вы ждете такого преображения, конечно, это нужно не в мист вкладываться, а, наверное, вот в что-то такое. Но средство интересное именно своим сложным составом. Сейчас частенько стала уже писать и говорить о том, что сложные средства все-таки проще в использовании. В итоге, мне кажется, даже дешевле выходят, чем какая-то моносыворотка, которую надо с еще одной, с еще одной моносывороткой совместить, чтобы получилось одно какое-то средство. Причем они между собой еще могут не дружить. Хотя, тем не менее, я подумываю о том, что надо бы, наверное, все-таки сделать видео о таких простых, более бюджетных средствах The Ordinary и Inkey List. Хотя, конечно, брендов невероятное количество. Я просто дальше пока не планирую в это углубляться. Но среди них есть средства, которые я покупаю повторно и буду так же продолжать покупать, потому что аналогов нет именно по эффекту. В руках у меня вот средства с бакучиолом, бакухиолом. И так, и так можете это встретить в статьях где-то или в произношении в написании. Подробненько я об этом писала уже и в Инстаграм, и в Телеграм тоже. В Инстаграм на фотографии прям будет написано, вот где есть про бакучиол. Там вот на фотографии указано под фотографией. Можно почитать. А в Телеграм можно найти просто поиском по словам. Достаточно просто. Это аналог ретинола, аналог ретиноида, да, то есть это форма витамина А, которая в коже у нас и так присутствует, и запускает определенные механизмы. То есть, в общем, представьте, есть у нас там замочная скважина, и вот есть определенный ключ, который вот он подходит туда и может вот так вот провернуть и клеточку запустить на обновление. Естественно, что молодым людям это не нужно в плане омоложения. Это такая очень наивная история, что как будто бы все тут желают омолодиться, поэтому как сумасшедшие все это используют. Заранее это использовать вообще смысла нет. Это может привести к обратному результату. Вот, кстати, тоже я в Телеграм точно давала ссылку интересную на историю девушки, которые вдруг начались высыпания. И одной из причин была как раз процедура не по возрасту. То есть, ей запустили ЕГФ, вот этот фактор роста, в клетки, которые на самом деле и сами хорошо обновляются, и у нее кожа отреагировала такими высыпаниями, которые похожи на гормональные. Вообще, она думала, что это нужно лечить, может быть, даже прием каких-то таблеток, хотя на самом деле все было гораздо проще. Поэтому имейте в виду, что у всего должен быть смысл, если вы это используете, вы должны понимать зачем. Люди, у которых есть акне, у которых есть прыщи и воспаления, в принципе, в каком бы возрасте это ни было, ретинолы, бакучиолы, они вам очень помогут. И вот у меня это как раз-таки отличная, в том числе профилактическая вещь для лечения воспалений, если вдруг что-то произошло. Вот, опять же, там дисколорации уже постакне быстрее проходят. И кожа жирная с расширенными порами, повышенным салоотделением, тоже она со временем, не сразу, ну, допустим, в течение нескольких лет, она становится более сухой, и поры тоже со временем уменьшаются. Они не закрываются, не открываются, они там как-то не стягиваются, не растягиваются. Просто если действительно вы несколько лет используете что-то, что уменьшает выделение сала, поры становятся больше как сухие. И у кожи сухой именно поры очень маленькие, вы их не увидите. А кожа жирная, кожа проблемная, поры будут большие, естественно, вы их видите, и черных точек больше. Это все просто особенности типа кожи. Так, поговорили мы про бакучиол, что это то же самое, что и ретиноид, в смысле вот своего действия. Но здесь убирается элемент раздражения максимально, насколько это можно. И я, в принципе, соглашусь с этим, потому что масло с ретинолом у меня есть от нескольких брендов. Вот Сара Чапман, например, отличная, также Дримми Скин, от Дисайпл. Тоже рекомендую все это попробовать, если кожа проблемная, вы с этим как-то боретесь. Вот здесь действительно это маслица полегче. Вот оно желтое. Сухости с ним действительно не возникает, и оно очень мягкое и нежное. Первое впечатление, когда наносишь на сухую кожу после умывания, я имею в виду. Очень приятно, очень мягко после масла с ретинолом. Среди тех, которые я пробовала до этого масла, через какой-то момент может быть ощущение сухости. Здесь такого нет. Но вот с утра все-таки легкую какую-то сухость я заметила. Может быть это от того, что в принципе не хватило увлажнения на ночь, а вот это не то, чтобы не добавило сухости, оно никак не повлияло. Естественно, что буду еще тестировать, где-то буду вам об этом сообщать. Но средство интересное. Естественно, что это не единственное средство с бакучуолом. Но по соотношению цена-качество оно какое-то самое удачное. И также у Рен тоже есть еще ночной крем. Тоже с бакучуолом. Но ссылки и название я, как обычно, все это внизу оставляю. И магическим образом это убирает и вопросы, как называется и где купить. Естественно, что выбор всегда остается за вами. Но для тех, у кого была аллергия на ретинол, или было сложно подобрать ту форму ретиноида, с которой у вас все хорошо, вот этот такой цвет в конце туннеля. Отличная штучка, отличный вариант. И стоит попробовать. Тем более, что это именно масляная сыворотка. Здесь на упаковке они так четко и пишут, что вы сверху наносите или свою сыворотку ночную, или свой какой-то ночной крем. В общем-то, какого-то мега запрета на то, чтобы использовать это днем, нет. Особенно, если у вас какие-то воспаления, можно это делать точечно. Вот именно втирать в то место, которое вы хотите сделать невоспалением побыстрее. Но все-таки лучше эти вещи оставлять на ночь. Здесь на данный момент у меня нет 200% такой уверенности, что ночью что-то будет работать лучше. Но циркадные ритмы, они существуют. То есть, какую-то часть работ кожа делает ночью. И ночью ей не нужно так заботиться о том, чтобы защититься от солнечного света или от каких-то еще моментов, которые могут наступить. Типа ветра, перепады температуры. Обычно ночью, когда мы спим, это такое достаточно постоянное состояние. И по температуре не резкие перепады. И солнечного света нет. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. То есть, в принципе, запрет это днем использовать. Но такого, что только не днем. Но этого нет. Но лучше все-таки это оставлять на ночь. Ну, по крайней мере, это мое мнение. И это все на сегодня. Я благодарю вас за то, что вы были со мной. Оставайтесь на здоровой, красивой, позитивной волне. Ваши комментарии я жду в Инстаграм. Мы с вами обязательно увидимся. Всем пока!